Слава Богу за то, что несмотря на этот режим самоизоляции, мы даже вот в таком формате можем проводить этот лагерь, Бенуэл Кэмп. И я очень благодарен организаторам этого служения, очень благодарен Юрию и Полине Замориным, я очень благодарен всем тем, кто ежегодно участвует в этом служении. Очень благодарен Александру Чувирову, конечно же Сергею Шитловскому. У вас в этот раз, как и всегда, будут замечательные спикеры. Верю, что Бог будет обильно вас насыщать Словом Божиим. И сегодня мне вот такая вот тоже честь выпала поделиться с вами Словом. Верю, что это принесет вам обогащение. Я хочу поговорить о молитве, поскольку многие из вас участвуют в движении Искатели Бога и Бенуэл, это встреча с Богом. Встреча с Богом всегда предполагает молитву. Вот об этом хотел бы поговорить. Несмотря на то, что в Пенуэле, наверное, всегда затрагивают эту тему, тем не менее, я хочу об этом говорить. Вам всем хорошо меня слышно? Кому слышно хорошо, вот так помашите рукой, пожалуйста. Вот. Некоторых из вас вижу. Вчера мы даже встречались. Приятно видеть. Давно не виделись, да. Хорошо, друзья. Итак, хочу поговорить о молитве. Есть в еврейской традиции, у евреев есть свои какие-то такие моменты о молитве. Они особое значение придают молитве. Я думаю, что мы обогатимся, если обратим на это внимание. Вот несколько мыслей о молитве в еврейской традиции. Они считают, что молитва, она уникальным свойством обладает. Говорят, евреи говорят, что существует четыре способа, позволяющие установить связь со Всевышним. Четыре контакта, благодаря которым человек, выйдя за свойственные ему конечные рамки, может установить контакт с бесконечным и обратиться к Богу. И вот они, какие эти четыре способа. Первый — это интеллект. По-еврейски лимут — это изучение. То есть здесь включается интеллект, когда изучается Тора, изучается Писание. И это помогает человеку устанавливать контакт со Всевышним. Второе — это эмоции. Ахават Хашем. Это любовь к Богу. Когда человек свои эмоции направляет к Богу, это тоже помогает ему установить контакт со Всевышним. Дорогие, минуточку еще. Я уточню, что так считают евреи. Да? Третье — это воля. Шмират Ха Цмивот. Митцвод, наоборот. Простите. Соблюдение заповедей Торы. Соблюдение заповедей Торы. Это тоже помогает человеку установить контакт со Всевышним. И, наконец, молитва. Это Тфила. И молитва, она стоит особенным образом. Они выделяют молитву из этих четырех способов. Почему? Потому что они считают, что эти четыре способа, вернее, три вышеперечисленных, о которых я говорил, интеллект, эмоции и воля, они однонаправленным свойством таким обладают. То есть, человек как бы движется через это в направлении Бога, а Бог остается недвижим. Это все условно. Человек со своей стороны прилагает усилия, двигается, но Бог остается на месте, он недвижим. И человек через это пытается установить контакт со Всевышним. Но молитва, когда человек начинает молиться, происходит взаимное движение. Человек движется в сторону Бога, а Бог начинает двигаться в сторону человека. И они встречаются. Это, знаете, как рукопожатие. Вот я смотрю, кто-то из вас одинокий сидит перед экраном, а кто-то в хорошей компании. Вот пожмите руки тому, кто в компании. А те, кто один, вот так сделайте. Две руки. Вот когда две руки встречаются. Вот так говорят евреи, что молитва вот таким обладает свойством. Здесь диалог. Человек начинает двигаться в сторону Бога, Бог начинает двигаться в сторону человека, и они встречаются. И вот оно. Происходит контакт. Есть контакт. Молитва, она обладает таким уникальным свойством. Она условно как бы заставляет Бога двигаться в нашу сторону. Ну, заставляет это условно. Бога невозможно заставить. Но это дает Богу возможность, что ли, двигаться в сторону человека. Очень интересно, в книге Исход, 19 глава, 20 стих записано. «И сошел Господь на гору Синай, Господь сошел на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». Господь сошел, а Моисей взошел, и они там встретились. И знаете, и так классно пообщались, что мы получили целое пятикнижье Моисея. Вот благословение-то, да? Может быть, кто-то из вас в молитве что-то получает, и уже свое пятикнижье там написал. Однажды мир узнает об этих откровениях и будет очень благословлен. Не правда ли, друзья? В молитве оба движутся друг к другу навстречу, и Бог, и человек. При остальных трех путях, считают евреи, человек движется, а Бог остается недвижим. Но диалог, он подразумевает общение, участие, взаимодействие. Диалог подразумевает, что сначала один говорит, другой слушает, потом другой говорит, и тот слушает. Это не просто, знаете, игра в одни ворота. Иногда молитва у христиан, она похожа как раз на игру в одни ворота. Знаете, так отстрелялся и пошел. Господь хотел ему что-то в ответ сказать, но у него уже времени нет, патроны кончились, и он побежал по делам своим. Конечно, вы так не делайте. Я верю, что вы слушаете Бога, потому что вы же искатели Бога. Вы же в Пенуэле участвуете, слава Богу. Друзья, вы хоть улыбайтесь, а то я, знаете, начинаю немножко смущаться, думаю, может что-то не то говорю. Еще один момент, на который хотел бы обратить внимание в еврейской традиции, вот о молитве, они говорят о таком понятии, как кавана. Кавана. Кавана это направленность сердца, то есть сосредоточенное внимание, вкладывание души в то, что ты делаешь. И молитва, она ни в коем случае не должна стать такой, знаете, рутиной, она не должна приобретать такой рутинный характер, формальностью, она не должна такой стать. Еврейские мудрецы говорят, что молитва без каваны это как тело без души, тело без дыхания, тело без дыхания, это как мертвое тело. Желательно, чтобы, говорят они, чтобы молитву слышал сам человек свою молитву, но не нужно, чтобы ее слушали окружающие. И они пример приводят Анну, женщину, о которой рассказывается в первой книге царств, это первая глава 13 стих, это мама одного из великих пророков Самуила. Здесь написано, и когда молилась она, то говорила в сердце своем, только губы ее двигались. То есть она говорила шепотом, голоса же ее не было слышно. Она не молилась так, как один мальчик, знаете, молился и кричал, господи, я хочу на день рождения велосипед. И мама ему говорит, сынок, ну бог же не глухой, зачем ты так громко кричишь? Он говорит, да, бог не глухой, но дедушка, он в соседней комнате, он плохо слышит. Понимаете? Когда два любящих человека разговаривают друг с другом, они обычно не кричат. Не правда ли те, кто недавно женился, я вас спрашиваю. Те, кто два любящих человека, они обычно не кричат. Вы знаете, я когда со своей женой познакомился, когда начал за ней ухаживать, когда она мне начала отвечать взаимностью, знаете, как мы общались? Мы говорили очень тихо, очень нежно друг с другом, потому что близко сердцами были друг к другу. А когда люди поссорятся, близкие люди поссорятся, они орут друг на друга. Вы замечали такое? Ну вы, конечно, так не делаете. Но вот вы замечали, когда люди близкие ссорятся, они орут друг на друга, они прям в лицо орут друг другу. И знаете, хочется сказать, что ты орешь? Я же вот рядом. Я же рядом, что ты орешь-то? Но люди орут друг на друга, потому что сердца их в этот момент находятся друг от друга далеко. Когда мы молимся, наше сердце и сердце Божие, они становятся очень близко. И не всегда нужно орать Богу. Конечно, иногда мы прорываемся в своей молитве, прорываемся, потому что мы чувствуем, как будто нет присутствия Божьего в нашей жизни. Но это же не постоянно. Если вы постоянно не чувствуете Божьего присутствия в вашей жизни, друзья, ну надо что-то с этим делать. Что-то не то в этом. Потому что Бог сказал, если я с вами во все дни до скончания века. Да? Как у вас нормально все? И если мы каждый день не чувствуем Божьего присутствия в своей жизни, ну что-то здесь не то, нужно с этим что-то делать, с этим нужно разбираться. Но если каждый день человек прорывается, орет, ну знаете, это тоже что-то не то. Куда прорываться? Если мы помазанные, то помазанному нужно просто проскользнуть, потому что он помазанный. Что там прорываться? Иногда бывает, я понимаю, и у меня иногда бывает, что просто хочется кричать. Даже Иисус, когда был на кресте, он возопил. Мы читаем, что он возопил громким голосом, потому что он почувствовал оставленность. Весь грех мира был на нем. И Отец Небесный, он как бы отвернулся от этого греха. Иисус почувствовал себя оставленным. Но он возопил, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Тогда он закричал. Но во всех других случаях мы не видим, чтобы Иисус кричал в своей молитве. Кстати, Иисус это наилучший пример молитвы. Его молитвы всегда были услышаны, всегда были отвечены. Если нам на кого-то и ориентироваться, как молиться, то это на Иисуса. Помните, Иисус приходит к гробу Лазаря и молится так. Евангелие Теана, 11 глава, 42 стих. Он молится так. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, что вы поверили, что ты послал меня. То есть Иисусу не надо было кричать. Он говорит, я просто это громко сказал, чтобы они услышали и поверили, что ты послал меня. А обычно он так не делал. Обычно он так не делал. Обычно он уходил куда-то на гору, в тайное место и молился там потихоньку, где его никто не слышал. Конечно, когда мы собираемся вместе, и если мы, знаете, вот стоим вместе, раскачиваемся из стороны в сторону и что-то там вот про себя шепчем, ну как-то это не то. Когда мы вместе, ну нужно, конечно, вслух помолиться, но... Но когда один, то можно с Богом поближе поговорить от сердца к сердцу. Я процитировал вот этот текст, что Иисус молится и говорит, «Отче, я знал, что ты всегда услышишь меня, что ты всегда услышишь меня». О чем это может нам с вами говорить? А то же самое, что Бог всегда услышит нашу молитву. Всегда. Как только мы поворачиваем свое сердце к Нему и начинаем молиться, Он всегда услышит нашу молитву. И вы же знаете, друзья, что слово «всегда» с греческого на русский какое значение имеет? Слово с греческого на русский слово «всегда» переводится «всегда». В любых обстоятельствах, в любое время Бог всегда слышит нас. Всегда слышит нас. Можете сказать на это «Аминь»? Слава Богу. Еще, чему мы можем научиться у Иисуса о молитве? Иисус, Он всегда молился, чтобы увидеть, что творит Отец и услышать, что говорит Отец. Послушайте. Чтобы увидеть, что творит Отец и услышать, что говорит Отец. В Евангелии от Иоанна, 5 глава, 19-20 стих. На это Иисус сказал «Истинно, истинно говорю вам. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. И покажет Ему дела больше всех. Так что вы удивитесь. Для чего Иисус молился? Он молился для того, чтобы увидеть, что творит Отец, и потом это просто воспроизводить. То есть Он в молитве не просто выходил и список своих нужд передавал. Знаете, у некоторых список нужд такой, что вот так вот список. И он как ковровая дорожка расстилается. Такой длинный. Что пока дойдешь до конца, столько времени пройдет. Очень длинный список нужд. Но Иисус молился не для того, чтобы свои нужды передать Отцу Небесному, а чтобы увидеть, что творит Отец, и услышать, что говорит Отец, и потом это воспроизвести. Цель молитвы не столько в том, чтобы получить желаемое, а скорее в том, чтобы соединиться с Богом в своей молитве. Соединиться с Богом и увидеть вашу ситуацию. Или человека, за которого вы молитесь. Или проблему, о которой вы переживаете, увидеть это глазами Божьими. Когда мы начинаем видеть глазами Божьими, что-то начинает с нами происходить. Знаете, что? Мир наполняет наше сердце. Однажды я молился об одном человеке. В нашей жизни бывают люди неудобные. Не правда ли? Вот в моей жизни тоже есть люди неудобные. Но это мне так кажется, что они неудобные. И знаете, что вот иногда хочется, чтобы неудобные люди, они были в другом месте, не рядом с тобой. Бывает такое? А, у вас не бывает. Все понятно. Ну, у меня только. И я, значит, молился, молился и говорил, Господи, ну вот мне так трудно. И знаете, часто хочется себя вот такой жертвой представить. Но не надо себя жертвой представлять, потому что наша жертва это Иисус. Он уже себя принес, и поэтому больше жертв не надо. Но вот я молился и говорил, Господи, вот мне тяжело. Я вот этого человека не понимаю. Господи, ну сделай что-нибудь. Ну, мол, типа как-нибудь убери его, что ли. Хорошо, хоть киллера не начал нанимать. И вдруг я услышал в своем сердце, а ты знаешь, как я люблю этого человека? Ты знаешь, как я люблю его детей, его жену? Ты знаешь, как он мне дорог? И вы знаете, в одну секунду что-то произошло со мной. Сокрушение такое наполнило мое сердце. Я начал плакать и говорить, Господи, прости меня. Что же произошло? А произошло вот что. В молитве произошло соединение моего сердца с сердцем Божиим. И Бог дал мне увидеть этого человека так, как он его видит. С его Божьими глазами. И вы знаете, сразу произошла перемена в моем сердце. Это удивительно. Это удивительно, друзья. В нашей жизни бывают обстоятельства, которые просто нас давят душа. Бывают проблемы, которые мы быстро хотим разрешить, но у нас никак не получается. Мы ищем помощи. Бывают трудности во взаимоотношениях. Мы не знаем, что сделать, как сделать. Мы хотим часто убежать. Но когда мы соединяемся в молитве с сердцем Божьим и настроены на Божью волну и говорим, Господи, помоги мне увидеть так, как видишь Ты. Помоги мне услышать, что Ты об этом думаешь. Скажи мне, что Ты об этом думаешь. Происходит перемена. Она начинается вначале внутри нас, а потом это все проявляется во внешних обстоятельствах, во внешнем физическом мире, так скажем. И поэтому Иоанн пишет своему ученику Гаю, говорит, хочу, чтобы Ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа Твоя. То есть вначале нечто происходит внутри меня, а потом это все отражается на моей внешней жизни. Поэтому молитва это такое замечательное средство, это такая уникальная возможность, такой способ соединиться с сердцем Божьим. Вот я считаю, что вот в этом прежде всего главная цель и назначение молитвы. Не просто какие-то нужды свои там восполнить, не просто какие-то ответы получить, но соединиться с сердцем Божьим. Друзья, я просто вас вдохновляю. Вот после этой проповеди, когда вы услышали эту мысль, всякий раз, когда будете молиться, именно настраивайтесь на то, чтобы соединиться с сердцем Божьим. И молитва для вас приобретет еще большую ценность. И знаете что? Не всегда нужно 5 или 10 часов. У нас, конечно, Сергей Шедловский, это уникальный человек. Еще, может быть, лет 15 назад или больше даже, когда он начинал делиться своими откровениями, как он общается с Богом. Это было заразительно. Многие, знаете, вот пытались так. Я тоже как-то включился в процесс, начал вставать 4 утра, вот, и с Господом. Но, к сожалению, бензин очень быстро кончился. Вы знаете, потом такое вот разочарование, час ты помолился, два, потом просто не знаешь, не знаешь, о чем. И бензин кончается. Есть люди уникальные, но молитва это не всегда часовые такие затянутые диалоги. Я читаю в Писании, что иногда это даже в мыслях, человек в мыслях обратился к Богу. Вы помните, когда Ниемия, он перед царем предстал, и царь говорит, не понял, а что у тебя лицо такое грустное? И Ниемия написано, что он помолился Богу. Как он помолился Богу? Как вы думаете, молился Ниемия? Он сказал, сейчас, царь, подожди. Бухнулся на колени и начал взывать. О, Господь! Я думаю, нет. Он быстро, знаете, такую мессендж, такую телеграмму, такую в своем разуме послал. Господи, помоги, меня царь спрашивает. Я не знаю даже, что ему отвечать. Очень такое быстрое сообщение, мгновенное сообщение. Поделился с Господом, и Господь тут же ему ответил. Друзья мои, молитва, она определяется не количеством проведенного времени в тайной комнате. Это, конечно, хорошо. И кому-то это прям, вот знаете, он бы, его хлебом не корми, когда я в тайной комнате. Как тот голубь, знаете, говорит. Я так люблю, когда меня хлебом кормят. Меня хлебом не корми, хлебом корми. Поэтому кто-то вот прям в тайной комнате готов зависать целыми днями и получать откровение. Это благословение. Но, наверное, не все так могут. Я вот так не могу. Но, тем не менее, ценность молитвы, она в том, что мое сердце соединяется с сердцем Божиим. Это огромная, огромная привилегия для человека. Еще, чему мы можем научиться от Иисуса, как Он молился. Давайте с вами прочтем Евангелие Таина, 5 глава, 30 стих. Иисус говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Что это значит? Это значит, что Иисус в молитве искал воли Отца Небесного, чтобы ее, эту волю осуществить. Но часто люди в молитвах хотят, чтобы Бог исполнил их волю. Поэтому в молитве звучат так, «Господи, сделай то-то и то-то, Господи, сделай, чтобы то-то и то-то было, Господи, я прошу Тебя, дай вот это и вот это, Господи, вот тому человеку и то-то и то-то, скажи, и, Господи, сделай то, Господи, сделай это». Как будто бы Бог нам нанимался в слуги. Но мы, когда обращаемся в своих молитвах, мы часто говорим, «Господь, а что такое Господь?» «Господь» — это значит «Господин». И когда я прихожу к своему Господину, я хочу узнать, что Он хочет. Что Ты хочешь, мой Господь? Что Ты хочешь для меня, для моей семьи, для моих близких? Что Ты хочешь, чтобы я сделал для моей церкви? Что Ты хочешь, Господь, чтобы я сделал в этой ситуации? Что Ты хочешь, чтобы я сказал вот на этой встрече? Что хочешь Ты, Вот какой была молитва Иисуса. Он говорит, я не ищу воли своей, но воли пославшего меня Отца. Именно поэтому молитвы Иисуса, они всегда были отвечены, они всегда были успешны. Потому что Слово Божие говорит, 1 Иоанна 5, глава 14 стих. И вот такое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. И когда знаем, что слушает нас, знаем, что получаем просимое. Но очень важная оговорка. Просим чего? По воле Его. То есть нам необходимо понимать волю Божию. И молитва это замечательное средство просто соединиться с Господом и спросить Его волю, спросить Его взгляд, Его отношение, попросить Его решение, какое у Него решение есть, попросить Его водительство. Но проблема в том, что мы с вами живем в век величайшего потребительства. Вы знаете, друзья, вчера мы общались с одним братом, и он говорит, пастор, представляешь, какое замечательное время мы живем. Мы, говорит, живем лучше, чем короли. Потому что короли, ну, предыдущих там веков и поколений он имел в виду, что сегодня мы можем дойти домой в душ, включить и потечет горячая вода. Да, раньше у людей таких вот условий не было. У нас, знаете, простите за выражение, унитаз есть, но у них все немножко по-другому было. То есть мы, у нас условия замечательные. Он говорит, мы живем лучше, чем короли. Я в чем-то с ним согласен, друзья. Но, но, есть огромные ловушки в нынешнем веке. Это потребительство. Вот это культура потребительства. Посмотрите, сколько разных магазинов и сколько разных вещей продается. Сколько различных продуктов продается. Когда я иду в магазин, и жена просит меня купить продукты, для меня это напряжение, вы знаете. Когда она говорит, купи молоко, и я стою перед этой полкой, витриной молока и просто не пойму, а какое молоко? Она говорит, ну, как какое? Коровье. Коровье молоко, дорогой. Извини меня, но здесь коровье, большая кружка, маленькая кружка, домик в деревне, домик в колхозе, там красный сандалет. Понимаешь ли, столько разного молока, 3,5 процентов, 1,5 процентов. Какое молоко нужно? У меня просто, вы знаете, кипеть начинает все в голове. Такой огромный выбор, предложение, оно намного превышает спрос. Намного превышает спрос. Кто из вас шопингом бывает время от времени занимается? А? Ходите? Владивостокцы, кто в калиномол заглядывает, а? Шопингом занимаетесь? Шопинг, знаете, шопинг, когда деньги есть. А когда денег нет, это зыринг. То есть, ходим по торговому центру, просто смотрим, да? Вот, и зырингом, и шопингом занимаемся. Иногда зайдешь в какой-то магазин, ты ничего не планировал покупать, но когда пройдешься по нему, смотришь, выходишь уже с пакетами, да? А потом приходишь домой, думаешь, зачем я это купил? Бывает с вами такое? Ну нет, конечно, вы же люди экономные, разумные, все у вас хорошо, и слава богу. Но вот, да, культура потребительства, в которой мы живем, она влияет на все, и даже на наши взаимоотношения с богом. Если мы не будем бодрствовать, то это влияет на наши взаимоотношения с богом. Как будто бог это, знаете, кассовый аппарат, это банкомат. Ты подошел и свои нужды, там, знаете, код, забил код, и тебе просто оттуда вылетают купюры. Но бог это не банкомат. Бог это начальник и свершитель жизни, это творец всего. Поэтому нам нужно это понимать. Нужно понимать, что такое молитва. Нужно понимать, что значит слово Господь, когда мы обращаемся к Господу. В первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19-20 стих записано. Не знаете ли, что тела ваши суть, храм живущего у вас, святого духа, которого вы имеете от Бога, и вы, минуточку, и вы не свои, вы сами себе не принадлежите. Вы не можете своими телами распоряжаться, как вам хочется, пихать в них все, что вам хочется. Хочется! Питайтесь здоровой пищей, потому что ваши тела надобны Господу, чтобы Он мог использовать вас много-много лет. Это не ваши тела, написано, вы не свои. Очень аккуратно обращайтесь с этим чехлом, понимаешь ли, с этим футляром, понимаешь ли, потому что Он не ваш, а Господень. Ибо вы куплены дорогой ценой. Представляете, мы куплены, говорит Писание, мы себе не принадлежим. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Вы можете сказать на это Аминь. Аллилуйя, товарищи верующие. Нельзя превращать молитву в колдовство. Что это значит? Что это значит? А вот что это значит. Что такое колдовство? Вот просто, грубо говоря, что такое колдовство? Колдовство это вот что такое. Есть колдун или колдунья, которые взаимодействуют с потусторонней силой для того, чтобы повлиять на какую-то ситуацию или на человека. К ним приходят клиенты и говорят, слушай, помоги мне, чтобы вот это влюбилось в меня. И просто, чтобы без ума было от меня. А колдун говорит, ну ты принеси хотя бы там от нее, отчепни, волосок там отрежь или что-то. Ну что-то, мне надо с чем-то взаимодействовать. Для чего все это? Для того, чтобы повлиять на человека, на его волю, повлиять на его решение и так далее, и так далее. То есть колдун это тот, кто призывает потустороннюю силу, чтобы повлиять на кого-то или на что-то. Друзья мои, разве христиане так не делают? Разве христиане так не делают? Разве вы не слышали молитв таких? Господи! Да благослови ты его! Да измени ты, да вразуми ты его! Пусть он вот так и вот так и вот так поступает! Вы слышали такие молитвы? Может быть, вы слышали эти молитвы прямо из ваших уст? Нет? Верю, верю, верю. Бывает и такое. Я слышал такие молитвы и сам молился так. Пока не понял, что это похоже на колдовство. Я пытаюсь Бога привлечь, чтобы повлиять на какого-то человека. Вы знаете, друзья, Бог, он с колдовством ничего общего не имеет. Бог не хочет влиять на волю человека, исходя из моих каких-то желаний и намерений. Бог, он учитывает волю человека. Бог уважает волю человека. И Бог не будет по чьему-то заказу влиять на волю человека. Я еще когда только начинал свой христианский путь и мне предложили проповедовать. И вы знаете, конечно же, для меня было это волнительно. Всякий раз, когда есть возможность проповедовать, я волнуюсь всякий раз, потому что это очень ответственное дело. А когда в первые разы, это вообще просто волнение, оно, знаете, зашкаливает просто. И я одну статью прочитал в журнале, тогда христианские журналы были очень популярны, книг было мало, видео не посмотришь. Это сегодня служение онлайн. Если пастору не нравится его проповедь, мы другого включим. Никто все равно не узнает. Но мы тогда вот книги и журналы все поглощали со страшной силой. И в одном журнале я прочитал статью, такую статью. Кстати, организаторы, у нас еще сколько времени-то? Мне нужно... Все, да, время уже заканчивается. Так, Екатерина, вы организатор, время заканчивается, да? Друзья, я уже заканчиваю. Хорошо. Суть в чем? В том, что я прочитал о том, как одна женщина, она молилась Богу и просила, чтобы он изменил ее мужа. Но Бог все время говорил ей о ее сердце. В конце концов ее молитва изменилась и вот такая стала молитва. Господи, измени меня. И знаете что? И муж ее изменился. Потому что проблема часто не в ситуации, не в человеке. Часто проблема в том, как мы это все видим. Как мы это все видим. И в завершении еще одну мысль такую хочу сказать о молитве. Очень важную мысль. Спрашивайте у Бога, как все будет. Вместо того, чтобы предлагать Богу свой вариант завершения ситуации. Знаете, как люди молятся? Господи, пусть будет вот так и вот так. Но может быть стоит спросить у Бога, как все будет, чтобы приготовиться. Потому что у него наверняка есть лучший вариант, нежели ваш. У него наверняка есть лучший вариант. И я вам приведу пример. Бытие, 25 глава, 22-23 стих. Ревека, мама Иакова и Исава. Сыновья в утром ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в очреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого и больше будет служить меньшему. Знаете, она была беременна, у нее были здесь близнецы, и что-то там стало происходить в утробе, бьются. Моя жена, когда была беременна, всякий раз, когда ребенок начинает там вот ногами, руками, это такое волнительное, знаете, такой волнительный момент. Руку приложит к животу, и он там пинается, и у тебя аж внутри сердце замирает. Но там было что-то другое, там война началась внутри, представляете, она поняла, что что-то не то, ребята там не поладили. И она вместо того, чтобы спросить, окей, гугл, что такое, когда там внутри война идет. Сегодня люди так делают. Она не так сделала, она пошла, вопросила Господа, что это такое, говорит Господь, что такое внутри меня. И Бог ей объяснил, Бог ей объяснил, и она успокоилась. Вы знаете, в нашу жизнь какие-то непонятные вещи приходят. И часто мы ищем ответ у людей, или опять же, окей, гугл, но, может быть, стоит спрашивать у Господа в своей молитве, Господи, а как будет, как это все разрешится, какой твой путь во всем этом. И еще один пример, Давид, Давид. Когда Давид вернулся в Сикелаг, в город, он еще не был царем, у него были проблемы во взаимоотношениях с существующей властью, то есть с царем Саулом, он жил в Сикелаге, и когда он вернулся со своими людьми, город был разрушен. Жены и дети были просто схвачены врагами, все имущество они забрали и ушли. И они вопили Господу, они были разгневаны, они хотели побить Давида камнями, потому что, знаете, что у нас всегда лидер виноват. Всегда лидер виноват. Если кто-то хочет быть лидером или является уже лидером, вы знаете, что лидерам не только лавры достаются. Когда проблемы начинаются, виноват всегда лидер. И вот они так же Давида, давай сюда, давай побьем его камнями, но Давид, знаете, что он сделал? Он не стал им объясняться, он не стал их успокаивать, говорит, ребята, да при чем тут я? Написано 1 Царств 30 глава 8 стих. «И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчища, и догоню ли их?» И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Знаете что, какой вопрос, такой и ответ. Если наши вопросы к Господу размытые, непонятные, вот вокруг да около, то ответа ждать внятного тоже не следует. И в этих обстоятельствах тяжелых, когда Давиду было очень плохо, его друзья готовы были его убить, он обратился к Господу. В этой безнадежной ситуации спросил, Господи, а вообще стоит ли мне преследовать? Догоню ли я? И Бог говорит, преследуй, догонишь и отнимешь. И эти три слова принесли мир в сердце Давида и дали такую мощную энергию. Так что он сказал, так, ребята, хорош здесь, уже сопли на кулак наматывать, по коням. Бог сказал, что все будет хорошо, я узнавал. Друзья дорогие, молитва это уникальное средство, уникальный способ, который нам дарован Богом. Пользуйтесь этим чаще, пользуйтесь этим постоянно. И давайте прямо сейчас помолимся. Отец Небесный, мы так благодарны Тебе, что у нас есть вот этот канал связи, самый надежный. Канал связи, который никогда не прерывается ни по каким-то техническим причинам. Мы так благодарны Тебе, что во всякое время можем приходить к Тебе и Ты слышишь нас. Научи нас соединяться с Твоим сердцем. Научи нас понимать в наших молитвах то, что хочешь Ты. Научи нас приходить к Тебе именно с таким сердцем, чтобы узнать волю Твою. Господь и Бог наш, научи нас молиться, чтобы мы были успешны во всех путях наших, чтобы мы являли волю Твою на этой земле. Мы благодарны Тебе за Пинуэл, мы благодарны Тебе за эту возможность. И мы прославляем Тебя и превозносим нашего Царя Царей и Господа Господ, любящего Отца во имя Иисуса Христа. Аминь, друзья, аминь.